Доброе утро, друзья! Наше видео будет об ирландских устрицах. В Ирландии устрицы популярный продукт. Его люди едят, его сервируют во многих заведениях, во многих ресторанах и барах. И в одно из мест мы сейчас поедем к нашему поставщику, который поставляет эти устрицы, к нам в замок. Мы поедем именно туда, где их выращивают, нам расскажут, нам все покажут, как это вообще происходит. Когда сезон, когда лучше всего устрицы покупать, когда их лучше не покупать. Накормят нас этими устрицами, накормят рыбой с картошкой. В общем, все покажут и все расскажут. Так что, друзья, если вам это интересно, не переключайтесь, оставайтесь. Мы едем в Doom Castle. И эта компания так и называется. Doom Castle Oysters. Я сейчас вот еду в замок, бросаю свою машину. Там у нас небольшой автобус. Такая группа людей, там не знаю сколько человек, 10-15 может будет. И мы вот этой группой едем именно в Doom Castle. Погода у нас сегодня прекрасная. Температура показывает 2 градуса, 2-2,5. По-моему, такая будет несколько дней. Вроде бы уже все. Весна. Такое у нас сегодня, 7 марта. На момент выхода этого видео не знаю, какой будет марта. Может, даже апрель уже будет. Ну, в общем, сегодня 7 марта. И обещают, что даже сейчас будут заморозки. Но, как бы, хорошо, что нет дождя. Хорошо, когда такая погода в Ирландии. Это приятно. Поэтому, друзья, начинаем наш влог о Doom Castle Oysters. Вижу, микроавтобус уже стоит. Какое-то скопление людей там. Так что все практически в сборе. Время 9.26. Выезжаем в 9.30. Я как раз вовремя. Пунктуальный. Doom Castle Oysters. Это семейный бизнес по выращиванию устриц. Расположенный на западном побережье Ирландии. В графстве Голвы. Компания была основана в 1995 году. Семьей Келли. Которая уже имела опыт работы в отрасли рыболовства и морепродуктов. Сначала Doom Castle Oysters выращивали устрицы для местных ресторанов и рынков. Но вскоре их продукция стала пользоваться все большей популярностью. И компания начала экспортировать свои устрицы в другие страны. В том числе во Францию, Италию, Великобританию и США. Doom Castle Oysters является экологически чистым предприятием. И использует только натуральные методы выращивания устриц. Такие как выращивание на морском дне, в гармонии с окружающей средой. Что позволяет им сохранить высокое качество своей продукции. И удерживать лидирующие позиции на международном рынке. Сегодня Doom Castle Oysters. Это известный бренд, который славится своими устрицами высокого качества. Компания продолжает развиваться и расширять свой бизнес. Работая с лучшими ресторанами и розничными торговцами по всему миру. Само место находится примерно в 40 минутах езды от замка, от которого мы начали свой путь. Если вбить в карту Google, вписать Doom Castle Oyster, вам конкретно покажет точку на карте, куда нужно ехать. Изначально вы, наверное, можете подумать, что это будет какой-то большой завод. Какое-то производство, которое сложно не заметить. На самом деле это не так. Вы приезжаете по проселочной дороге, останавливаетесь примерно вот здесь, паркуетесь. Здесь такой маленький фургон, в котором сервируют рыбу и устрицы. Пройдя вниз по этой дороге, вы приходите на сам завод и ферму. Завод это буквально пару фургончиков, на которых отсеивают большие устрицы от маленьких, хорошие от плохих, которых их додерживают. Ну и также вот это побережье, это все ферма устриц. Прекрасное место, залив с идеальными условиями для выращивания хороших, качественных устриц. Вот этот фургончик, в котором готовят свежайшую рыбу и сервируют свежайшие устрицы. В конце нашей экскурсии мы обязательно все отведаем, нас обязательно накормят. Мы с собой взяли много вина, чтобы все это продегустировать на высшем уровне. Место красивое, погода хорошая, немного ветрено, но солнечно. Когда мы сюда ехали, нам сказали, что лучше взять резиновые сапоги. Но если честно, я это пропустил мимо ушей и не один я. Кто-то взял сапоги, а кто-то не взял. Поэтому придется идти на устричную ферму в обувь, в которую мы приехали. Как вы сами понимаете, там болото, потому что идет отлив, идет прилив. Устрицы, они под самым берегом. Там все очень болотистое. Рекомендуется обязательно брать сапоги, если вам когда-нибудь придется или представится возможность поехать на устричную ферму, обязательно возьмите сапоги. Если только это, конечно, не ферма, специально сделанная для туристов, где не надо ни сапоги, а будете ходить по какому-нибудь асфальту или по платформе. Настоящая ферма будет выглядеть примерно так, как вы увидите это дальше. По приезду мы прождали полчаса и нам объяснили, что нужно дождаться отлива, для того, чтобы можно было спокойно пройтись по ферме и посмотреть на сами устрицы и места, где их выращивают. Иначе просто это сделать было бы невозможно, так как до времени прилива все затоплено и ходить практически негде. Поэтому мы подождали и двинулись в путь на ферму. Субтитры делал DimaTorzok Как я и говорил, ферма очень маленькая. Видите, на ней стоит один трактор, небольшой ангар и маленький, даже не знаю, как это называется, фургончик, переносной домик, в котором устрицы доращивают. Что такое устрица? Это морской биологический вид моллюсков, который имеет сложный жизненный цикл. Устрицы начинают свою жизнь как маленькие яйца, которые откладываются самками на мелководье. Яйца быстро развиваются в личинке, маленькие плавающие организмы, которые живут в свободной воде. Личинки питаются фитопланктоном и зоопланктоном и движутся в воде с помощью маленьких ресничек. Когда личинки достигают определенного возраста и размера, они начинают искать подходящую поверхность для закрепления, такую как скалы, морские травы, также другие моллюски или искусственные поверхности, такие как специальные устройства для выращивания устриц. Они прикрепляются к этой поверхности и начинается процесс метаморфоза, превращаясь в ювелирную устрицу. Затем ювелирная устрица начинает расти, питаясь фитопланктоном и зоопланктоном, который фильтруется из воды через ее жабры. Устрицы медленно, но постоянно растут, пока не достигнут зрелости, когда их можно собирать и употреблять в пищу. В зависимости от условий среды, в которой они растут, устрицы могут достигать зрелости в возрасте от 1 до 5 лет. Во время своей жизни устрицы могут менять пол и способность к оплодотворению и могут также изменять свою форму и размер в зависимости от условий окружающей среды. Сейчас мы активно закупаем вот такие вот клетки. Данный метод культивирования заключается в том, что устриц помещают на приподнятую структуру, стол, раму или бетонную конструкцию, установленную в устрицах на береговой полосе. Устрицы находятся в садках, прикрепленных к данной конструкции резинками. Садки регулярно переворачивают, дабы предотвратить распространение водорослей. Эта техника разведения наиболее распространена на Атлантическом побережье, в Британии и Нормандии, где присутствует система приливов и отливов. Таким образом, во время прилива садки с устрицами находятся в воде, что позволяет устрицам насыщаться фитопланктоном, тогда как во время отлива столы с устрицами оказываются на открытом воздухе. Преимущество данного метода состоит в том, что находясь вне воды в течение нескольких часов, устрица активно открывается и закрывается, что приводит к формированию мощного мускулозамыкателя, а следовательно и к лучшей наполняемости устрицы. В этой комнате мы держим устриц, которые уже практически готовы на продажу. Мы их погружаем в чистую воду и фильтруем через них эту воду. Также тут подключен свет ультрафиолетовый, который убивает все бактерии. И буквально через неделю эта устрица будет на 100% чистая. Я вам гарантирую, что ни один человек не отравится этой устрицей. Выглядят они примерно так. Они все красивые, готовые к использованию, отобраны и подобраны по высшему уровню. Субтитры делал DimaTorzok Это наш сортировочный пункт. Здесь мы определяем, какие устрицы оставить, а какие отправить обратно в сетку в воду. При помощи этого аппарата мы определяем их размеры и вес. Раскладываем наши устрицы на такие тарелочки. Аппарат начинает крутиться и сбрасывает устрицу в нужную коробку. Побольше, поменьше. Выглядит это примерно вот так. Мы раскладываем устрицы. И аппарат уже во время своего движения сбрасывает устрицу туда, куда нам нужно. Попытаться и убрать все остальные коробки. Аппарат уже посылал рист. половина людей приехавших без подобающие обуви поэтому кто западах пойдет дальше кто в кроссовках конечно останется на берегу можно сказать большинство нас первый раз посещает не были готовы это практически готовые устрицы они будут следующими на вашем столе хороших размеров хороших форм так что они уже практически готовы к потреблению размер этих устриц в четыре раза меньше тех предыдущих которые лежали в там сетки поэтому этим еще расти и расти несмотря на то что мы одели неподобающую обувь идти все-таки пришлось иначе зачем мы вообще сюда приехали нам повезло что был отлив и не очень болотисто как говорится бывает и похуже обувь практически даже не испачкали были места где немного больше воды где немного меньше но глубоких каких-то таких мест мы не обнаружили и довольно таки себя спокойно ходили в обуви которые приехали сама ферма находится вдоль всего побережья и на каждом ее участке находится устрицы разных размеров разного возраста отлив прошел они остаются на берегу они дышат воздухом потом прилив их опять заливает водой и они находятся под водой когда они дышат воздухом они немного раскрываются нужно немного открываться немного закрываться тем самым работают ее мышцы которые формируют хорошую прекрасную вкусную устрицу опасная состоящее время за 1 жм 10 10 11 12 15 15 15 это место в котором мы находимся это вообще одно из лучших мест которое можно найти для выращивания устриц это тихая бухта в которую постоянно приходит свежая вода с прекрасной циркуляции то что и нужно для хорошей устрицы обратите внимание на эти конструкции это так называемые столы на которые раскладываются сетки с устрицами во время прилива их покрывает водой во время отлива они просто дышат свежим воздухом и немного раскрываются эти сетки порастают водорослями так что каждый раз каждый день люди приходят и физически переворачивают каждую сетку снимают водоросли и убивают устрицы от самой сетки так как если устрица растет в сетку она будет испорчена ее будет практически невозможно оттуда выковырять посмотрите это мелкие устрицы которых мы выращиваем уже примерно 8 месяцев последних шесть месяцев они особо не росли в одной сетке были и большие и маленькие в одно время мы их туда поселили но выросли они по-разному поэтому если происходит так маленькие приходится отсеивать и помещать в другую сетку с маленькими устрицами чтобы они опять начинали расти вместе каждая устрица она может достигать разных размеров поэтому сложно предсказать какая вырастет больше какая вырастет меньше поэтому постоянный процесс идет отсеивание они должны находиться примерно одного размера в одинаковых сетках самих мальков мы завозим из франции из голландии мы все время экспериментируем все время пытаемся найти что-то новое и выращиваем у себя в ирландии на этой ирландской ферме чтобы устрицу подать к столу в среднем надо три года в зависимости от того как она будет расти вы знаете если так подумать одна устрица стоит примерно 2 евро на данный момент до локдауна до к вида было примерно евро за одну устрицу если вы купить ее в магазине я вот подумал один лимон на прилавке лежит тоже по одному евро вы знаете выращивать лимоны мне кажется гораздо проще иногда думаю переквалифицироваться вот хороший пример я хочу чтобы вы обратили внимание на эту сетку видите как устрицы начинают прилипать к самой сетке и они начинают врастать в нее они начинают обвивать саму сетку чтобы этого не произошло нам каждый день надо их перекидывать с места на место мы ее отцепляем и начинаем трясти и обвивать чтобы все устрицы падали вниз чтобы все что не нужное облетела водоросли и наросты именно таким способом каждый день практически каждую сетку мы должны оббить как я показал изначально вот эти новые сетки которые у нас есть которые во время прилива и отлива переворачиваются это уменьшит нашу работу облегчит нашу работу в разы поэтому мы пытаемся использовать их все больше и больше на сегодняшний день ученым известно около 50 видов устриц и большую часть из них можно употреблять в пищу некоторые устрицы могут жить в холодных северных морях тогда как большинство выбирает теплые тропические воды средний размер морского обитателя составляет около 10 сантиметров но встречаются гиганты достигают около 40 сантиметров в длину передвигаются же устрицы очень своеобразным способом по краям раковин и моллюска расположены мелкие реснички при помощи которых он может передвигаться однако по прошествии примерно двух с половиной месяцев устрица при помощи особого известкового состава закрепляется на каком-либо твердом предмете и превращается в домоседа вкус устрицы и его мясо зависит от степени солености температуры воды в которой она росла моллюски выросшие в холодных течениях имеют более нежные и мягкое мясо чем их теплолюбивые родственники наверное многие слышали о полезности устрицы всего шесть съеденных моллюсков обеспечит ваш организм дневной нормой меди и железа помимо этого они содержат кальций фосфор никотиновую кислоту и витамины группы b жирные аминокислоты интересным фактом является то что в течение жизни устрицы могут поменять свой пол например родиться мальчиком а затем хорошо откормиться превратиться в девочку и быть готовым к размножению что сейчас мы идем на ланч вино рыба жареная картошка конечно же устрицы куда без них нужно этой ферме все и потом потихоньку будем двигаться назад так что идем кушать температуру на сегодня изначало я показывал два градуса два с половиной руки если честно мерзнуть ветерок поддывает и это ощущается обувь взяли не по погодке конечно же лучше сапоги но несмотря даже на все здесь вполне себе комфортно ходить но я думаю это нам просто так повезло вроде бы относительно сухо нет такого болота по щеколотку в общем можно и без сапог вот практически вернулся назад чтобы выглядеть вполне себе адекватно иногда по воду можно пройти и запачкаться больше так что нам в этом плане повезло но на будущее если поеду на устричную ферму конечно же обязательно успеху собаки собаки вот и все если и да трock все для ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, эти устрицы просто шик. Если вы хотите попробовать действительно хороших устриц, и вы находитесь в Ирландии, Doom Castle Oyster – это то, что вам надо. Если вы никогда не пробовали устрицы, я рекомендую вам их попробовать залить лимоном. Прям хорошо залить, чтобы первый раз вы ее проглотили и особо не почувствовали ничего. Будете чувствовать лимон и немножко какую-то непонятную консистенцию у вас во рту. Также можете полить немножко табаско. Пробовать можно по-разному. Классический – это лимон, табаско. Также делают уксус с луком. Также много различных соусов, с которыми можно подавать устрицу. Также устрицы запекают в духовке, запекают в масле. Много всего можно с ними делать. Но для начала надо пробовать, конечно же, сырую, с лимончиком, либо просто без ничего, чтобы понять ее вкус. Пока мы ели устрицы и пили вино, нам жарили рыбу с картошкой. Fish and chips. Кстати, рыба – одна из лучших, которых я вообще пробовал в Ирландии. Я не большой фанат fish and chips, но, наверное, вот этот вид, бокал белого вина и плюс голодный желудок сделал свое дело. Действительно, место классное. Место рекомендую всем. Don't Castle Oysters. Вы приедете по дороге, вы увидите просто обычный какой-то фургончик сбоку. И вы подумаете, неужели это оно? Да, это оно. Время работы смотрите в Google, смотрите в интернете. Но если вы недалеко, в этих местах, обязательно заедьте, обязательно поешьте устриц, обязательно съешьте эту fish and chips, и вы точно не пожалеете. Возможно, вас даже пригласят на ферму и покажут, как это работает. На этом наша прекрасная экскурсия по этой ферме подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы получили какую-то полезную информацию. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рад ответить. Если буду знать, конечно же, ответ. Ехать там 40 минут до нашего пункта назначения, домой. Дорога извилистая, дорога ирландская. Поэтому едем и наслаждаемся видами. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Пожалуйста, не забываем комментировать. Не забываем поддерживать канал пальцем вверх, то есть лайком. С вас лайк, с меня новые видео. Всем огромное спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok